Всех приветствую на канале Мега Гигавольт, в этом видео будет распаковка посылки с сайта Ариэкспресс, на этот раз у меня одна посылка, и в ней должен находиться картридер от компании Орико. Не первый мой заказ, очень качественная продукция, кто не знает, китайская фирма Орико, вот такой вот картридер с интерфейсом USB 3.0 для карт microSD и SD. Давайте сейчас я все это вскрою, более подробно вам все это покажу. Таким картридером я сейчас пользуюсь и решил приобрести еще один. Вот такой вот цвет пластика, синего цвета, говорит о том, что интерфейс поддерживается в версии 3.0. Может использоваться как брелок, здесь такое вот ушко есть, можно повесить на веревку и носить с собой. Ссылка будет в описании под этим видео. И вот посмотрите в чем разница предыдущей версии картридера Орико от новой версии. В новой версии встроили синий светодиод, он также является индикатором работы устройства. Сейчас на данный момент на флешку записывается фильм и мы видим, как светодиод моргает, указывая на работу картридера. Очень классное дополнение. Также в это видео я вставил свои предыдущие распаковки с сайта Алиэкспресс, либо других интернет-магазинов. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем пока. На моем столе сейчас находится одна посылка. Здесь указано, что в ней содержится БУ, то есть юзанный процессор Е8500. Это Core 2 Duo. Давайте распакуем данную посылку. Посмотрим на процессор. Заказывал я его для того, чтобы оживить старый компьютер на Sockity 775. Вот так все это приходит. Сразу видно, конечно, что крышка процессора явно БУ. Но я думаю, что на работоспособность это никак не повлияет. И также проверим конденсаторы. Ну, вижу, что, на первый взгляд, с полом нет. Все вроде бы нормально. Поставлю материнку. И потом уже, если что, отпишусь. Но я думаю, проблем не будет, потому что не первый раз заказываю процессоры из Китая. Поэтому все нормально. Ссылка будет в описании под этим видео. И также хочу показать свое приобретение. Это вот такой вот миниатюрный модуль. Это FM стереорадиоприемник. Выполнен на двух микросхемах. Компактные размеры текстолита. Наверху у нас находятся пять кнопок. Это орган управления. И также светодиодная индикация. С помощью кнопки S5 мы включаем приемник. С помощью кнопки S1, S2 это настройка радиостанции. То есть, это сканирующий радиоприемник. А с помощью кнопок S3, S4 это регулировка громкости. То есть, больше и меньше. Сейчас я в это видео ставлю испытания данного модуля. И вы посмотрите. И напишите в комментариях вообще, что вы об этом думаете. Данный модуль я заказывал для того, чтобы добавить FM диапазон. Радиоприемник WF202. Подключаю к разъему для наушников компьютерные колонки. Подаю на него питание. Напряжение у меня 3,7 вольта. В режиме работы потребляемый ток 24 миллиампера. Громкость у нас регулируется кнопками S3, S4. S3 больше. S4 меньше. Кнопка выключения S5. Смотрите, потребляемый ток 5 миллиампер. И давайте поймаем радиостанцию. Кстати, звук стерео идет. Долгое удерживание переключает радиостанцию. Она может убивать граждан, она может как угодно нарушать их права. Но с ними будут работать, с ними будут договариваться. Тем более, что денег не огромное количество. И в качестве антенны используется провод, либо в моем случае это колонок, в вашем случае может быть наушников. Давайте еще что-нибудь поймаем из радиостанции. То есть долгое удерживание порядка 2-3 секунд. Идет переключение радиостанции. Выключаем питание. И как мы слышим, радиостанция сохраняется в памяти. То есть заново настройку производить не нужно. Сейчас выступает просьб Пашиняна. Нагорно-Карабахского конфликта последнего. Заходите. Потому что мне там ничего не надо. Если мне надо, я, понятное дело, зашел, чтобы... Ну, то есть там... Вот такой получился тест. Я считаю, неплохо. Такая миниатюрная плата. Подключаем к нему обычный аккумулятор 18650. И получаем полноценный сканирующий FM-стереорадиоприемник. На моем столе сейчас находятся три посылки. И давайте приступим к их распаковке. Первая из которых здесь у нас неотслеживаемая посылка. Но данную посылку я уже ожидал. Уже по ней открыл спор. И как мы видим, в ней вот такие вот самоклеящиеся настенные крючки металлические. Я уже такие заказывал. Также решил вот у этого продавца заказать для сравнения с предыдущими. Ну, к сожалению, данная посылка шла больше двух месяцев. Я уже открыл спор. Деньги уже вернули. И посылка буквально на днях до меня дошла. Итак, в посылке у нас 6 крючков. Крючки самоклеящиеся на любые поверхности. Скотч-трие. Довольно-таки толстый металл. Очень трудно гнуться. Я их рекомендую к покупке. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Но предупреждаю, данная посылка шла больше двух месяцев. Поэтому, может быть, это какие-то там праздники были, не праздники. Но я не знаю. Очень, конечно, хотелось бы их получить раньше. Но, к сожалению. Посылка номер 2. Здесь у нас продавец указал, что в ней содержится видеокабель. Здесь действительно должен находиться HDMI кабель. Фирменный даже. Фирма китайская. Конечно, на российском рынке я такого не видел. Мочоу 8K Ultra HD. Версия 2.1. Также поддержка Ethernet. High Speed. 120 Гц максимально. HDR. 48 Гбит в секунду. Ну и такие вот технологии. Достаточно подробная информация здесь рекламного характера. И также вот такой вот такой пакет получается. Кстати, посмотрите. Длина данного кабеля 4 метра. Длины разные бывают. Поэтому я заказал 4 метра. Мне так было необходимо. А вы, если надумаете такое же заказывать, можете заказать любой длины. И сам кабель. Сам кабель достаточно тяжелый. Вот такой вот оплетки из нейлона. Здесь указана также фирма. Указано 8K. Все здесь позолочено у нас. Я, конечно, проверю его. А если проблем никаких не будет, то, соответственно, ссылочку оставлю в описании под этим видео. Ну, я думаю, судя по тем отзывам, которые были у этого продавца, кабель достаточно качественный. Поэтому проблем никаких не должно возникнуть. И также вот видите, в комплекте есть вот такие вот скрепки. То есть все так достаточно качественно, презентабельно выглядит. Ссылка будет в описании. Крайняя посылка на сегодня. Это, по надписи уже видим, что это компания Ugreen. Очень качественная продукция. В основном заказу кабели. И это у нас кабель USB Type-C. USB. Трехметровый. Черного цвета. И мы видим такой вот кабель длиной 3 метра. USB 2.0 и USB Type-C. Также можно передавать данные по этому кабелю. И также можно заряжать, в том числе и быстрой зарядкой, ваши смартфоны, либо мобильные устройства. Ссылка также будет в описании. И еще одна посылка из Китая. Здесь у нас указано Kitchen Product. Что-то для кухни, если судить по описанию. Что-то мягенькое. И это у нас, скорее всего, полотенце. Давайте посмотрим. А, это вот такие вот тряпочки. Для мытья посуды. Небольшие. Разные цвета. 10 вот таких вот маленьких тряпочек. Для кухни. Стоит недорого. Ссылка будет в описании под этим видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...